Профессор Трожково, это какой район Московской области? Простите, что вы сказали? У вас населенный пункт указан, Трожково. Это верно или нет? Ну, наверное, не очень, потому что я нахожусь в Московской области рядом с Женью. Знаете, такая Гжель? Гжель, да, это за Люберцами, да. Между Люберцами и Куровской. Знаю Гжель. Ну да, примерно там, да. Примерно там. Понятно. Ясно. На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Ну, если позволите, два таких неожиданных вопроса подряд. Давайте. Вопрос первый. Квадратный корень из 121. Вопрос второй. Перевод на английский слово «Русь». Ну, давайте. Значит, квадратный корень из 121. Вы, наверное, думаете, что это 11, да? Ну, как-то я склонен думать, что это 11, да? Ну, это вообще-то не совсем правильный ответ. Правильный ответ там два корня. Плюс 11 и минус 11. Вот. Теперь второй вопрос. Что у вас? Перевод. Как на греческий переводится слово «Руссия»? Руссия. Ну, то есть Россия, правильно? Или Россия, да. Ну, ударение не по-русски. Россия переводится. Ну, Россия там. Ну, если взять, открыть гугл-перекладач, да, и... Там не будет ударения. Там будет Россия. А по-гречески ударение на первый слог. Ну, всё. Я удовлетворил своё любопытство. Пожалуйста, ваша очередь. Хорошо. Какой самый большой город по населению в Московской области? В Московской области самый большой город по населению? Ну, наверное, я точно не знаю. Может быть, Раменска, может быть, Электросталь, может быть, Подольск. Ну, не очень вы хорошо знаете географию своего региона. Ну, я не изучал. Нет, если вам интересно, я вам расскажу. Если интересно, могу сменить тему. Самый большой город сейчас Балашиха. Он преодолел в 12-м году полумиллионный рубеж. Да, он всё равно... А вот Подольск был до 12-го года, он сейчас на втором месте. До 12-го года он был лет 100 на первом месте в Московской области и до этого губернии. Можно, я не изучал специально такие... Сейчас Подольск стал на втором месте. Но Балашиха расширилась не за счёт такого строительства, оно везде примерно одинаковое, а за счёт того, что правительство Московской области позволяет Балашихе поглощать соседние города. Да, в частности, был поглощён город Железнодорожный, если такое слышно. Да-да-да, кстати, да. И другие населённые пункты Балашиха поглотила и стала самым большим городом. Я когда еду по Носовитинскому шоссе, да, там это ощущается прямо видно. А вот вообще там у вас дача, очевидно, а вы вообще где живёте постоянно? Я живу в Москве, на Шабулке. На Шабулке, понятно. Значит, а вот если вам эта тема интересна, я могу продолжить. А вот до 2012 года, когда Подольск был на первом месте, на втором был город месте, который сейчас откатился на седьмое место, благодаря тому, что, из-за того, вернее, то, что правительство Московской области к нему применяет абсолютно противоположную политику, чем в Балашихе. В Балашихе он позволяет расширяться, а вот город, который скатился со второго на седьмое место, постоянно пробит. По-моему, ударение всё-таки Балашиха, нет? Вот до конца 80-х было Балашиха, а сейчас, по-моему, говорят Балашиха. Ну, по-моему, и так и так правильно. Ну, до 80-го было Балашиха и был Риутов. А сейчас Риутов и Балашиха почему-то. Ну, допустим, и то, и то. Так, какой город откатился со второго на седьмое место? Со второго на седьмое место в Московской области? Да. Благодаря тому, что я вам подсказываю, постоянно от него отчипываются куски в пользу иных городов. Ну, может быть, Красногорск нет? Нет, Красногорск не меняется. Люберцы, по-моему, там около Люберцы или на границе. То есть в 70-х от него отчипнули Некрасовку, в 80-х Косино Жулебину, в нулевых Белую дачу. И вот уже в десятых отчипнули котельники. Раньше котельники был район Люберц, сейчас котельники отдельный город. Вот где-то так. Ну, я не изучал этот вопрос, видимо, вы. Ну, я обычно, когда с подмосквичами или с москвичами, я вот на эту тему люблю беседовать, многим интересно. Если хотите, дам вам название своего канала, заходите, посмотрите. Ну, вот Канаду, я хотел проехать из Штатов до Аляски, но в Канаду какая-то была замудренная виза такая сильная, ее так, ну, как-то было неудобно получать. Поэтому я вот не поехал в путешествие из Штатов на Аляску, но по Штатам пропутешествовался везде вообще. Ну, я в Штатах, ну, я в Штатах был, у меня в Штатах где-то 42 въезда, но из них там 30, наверное, однодневных, с утра до вечера, где-то так. Ну, хорошо, скопировали название? Вижу, Дэм-клуб, да. Да, скопируйте или скриншот сделайте. А что он беседует? Может, вопросы интересные есть? Отвечу на ваши вопросы, задавайте, отвечу. Я обычно от собеседника, что у меня есть работа. Вряд ли на мои темы будете собеседовать. Давайте на ваши. Что обычно собеседник мне расскажет, интересно вам. И так будет строить сегодня. Я понял. На какие темы вы беседуете? Можете перечислить? Я много чего могу сказать. Ну, а здесь, да. Здесь на кем-то одни. Какие? Это можно вдоль и около ходить, а так тема одна. Да очень много тем вообще. Куда вы взяли что-то одну? Ну, вот давайте предлагайте тогда, если много тем. Ну, кто бы по образованию, если не сказал. По образованию? Правоначально. Ну, естественно, контрольных приборов и аппаратуры. Так. А, не первоначально. Нет, правоначально. Я понял. Ну, это... ПТУ. Это ПТУ. А дальше там... Ну, а потом юридист. Юридический? Юридист-правовед. Юридист-правовед. Ну, вот это уже это самое. Вот и на эту тему и поговорим. А вы... Специальность какая у вас? Уголовная или гражданская? Нет, юридист-правовед. Это вообще... Ну, юрист-это юридический. Я понял. Не то, не сё. Я понял. Не то, не сё. Ну, вот, допустим, можете дать по памяти дефиницию термина убийства? Нет. Ну, я вам начну, напомню. Это лишение жизни. А продолжить можете? Ну, по-моему, сейчас вы какую-то ерунду, по-моему, говорите. Что? Почему ерунду? Не ерунду это? Ну, сейчас, по-моему, полную ерунду говорите. Я говорю, не ерунду. Видите, статья, она не идёт одна. Она идёт совокупно с другой статьей, как правило. Ну, какая статья? Вы хоть помните? Нет, есть общая часть, есть... Есть особенная часть, господи. Есть особенная часть. Есть статья убийства. Нет. Ну, и это, так сказать, главное убийство, а есть убийство, так называемое, привилегированное. Вот убийство. Какой номер статьи? 105-я. Ну, раньше была 105-я. Раньше была 102-я, вы ошибаетесь. Раньше была 102-я, да. Сейчас 105-я. Ну, просто 5-я. Вот, что 102-я... Вы сами откуда? Что с... Какая раньше откуда? Из Харькова. Я просто хорошо... Привон, я так интересно. Я хорошо знаю, в том числе и российское законодательство. А вы, я вижу, не знаете. Как вы за Харьков... Как при СССР в Уголовном кодексе России и других республик. 102-я была в РСССР. Статьи не идут как 105-я. А сейчас 105-я. Статьи идут в совокупности с общей частью. Вы об этом не знали? Это вы глупости говорите. Они идут как составляющая часть общей части. Ну, какая разница? Во-первых, это особенная часть. Серьезно. Вы путаете общую часть особенно. У них разные функции. Но речь не о том. Я говорю, что дефиниция термина убийства... Ну, вы это же говорили. Это ни о чем. Это не имеет отношения к нашему диалогу. Вот это определение термина убийства было как при СССР, так и вот сейчас в российском угодстве. И начинается она именно словами лишения жизни. А дальше продолжение. Ну, ладно. Вы не очень компетентны по этому, я вижу, так сказать, беседовать. Задавайте ваши вопросы, отвечу. Я, если... Я, что ж, не знаю, как... Какие вопросы к вам задать? Я говорю, я от собеседника. Если вам интересно, я могу закончить по дефиниции убийства, чтобы вы знали и обладали этими знаниями. Не надо мне заканчивать. Не надо. Ну, хорошо. Вы мне дальше продолжайте разговор. Ну, я задал тему, мы побеседовали. Теперь у вас есть какие-нибудь вопросы иные? Я отвечу. Это вы мне задали вопрос? Ну, я вам задал вопрос, да. А теперь это вы можете задать, если желаете. Как вам живется? Ну, это как-то, в общем, просто нормально живется, не жалуюсь. Мы, кстати, с вами беседовали, давненько, правда, полгодика назад, если помните. Или вы уже не помните? Не помню. Ну, хорошо. А вы где в Москве живете? На Рынинской проспекте. Хотите вопрос, да, по Москве я вам задам на внимательность. Ну, я не понял, хотите или не хотите. Такой задавайте что-то. Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? Ну, там три вокзала. Я же говорю на внимательность. Я же не понял, сколько там вокзалов. Вопросе было, сколько там вокзалов Московской железной дороги. Правильный ответ два. А всего там действительно три вокзала. Это при коммунистах стало. А при империи было четыре. Давайте я вам такой же вопрос задам. Сколько шпигателей рычек? Сколько чего? Шпигателей рычек. Не знаю. Ну, если мы дурака будем валять, давайте вот с этого точно. Я вам задаю общие вопросы по Москве. Если вы уже не в Москве, я бы не задавал нам по Москве вопрос. Так, где на корабле находится уголь? В чем там-то корабле? Я же на корабле не плаваю. Ладно, вы опять дураки. Ну, вы мне придурковатый вопрос задаете. Я вам задаю вопрос на знание города. А все на корабле это знают. Сколько шпигателей рычек? Я вам задаю вопрос на знание города, в котором вы живете. Если вы жили не в Москве, я, по-моему, этот вопрос не задавал. Я вам ответил. Вы ответили неправильно. И любой москвич вам также ответит. Сколько шпигателей рычек? Не знаю. Вы что, поплыли? Да, поплыли. Ладно, дурачка не включайте. Игния на корабле хранится уголь. Это вы уже по кругу пошли. По кругу. Но вы ни один вопрос не ответили. Я вам один задал, а потом второй вопрос задал. Вы на один можете ответить или нет? Да я не хочу отвечать на специализированные вопросы, которые никому не интересны. Я вам задаю вопрос, связанный с вашей джелокейшн, где вы проживаете. А вы задаете вопрос абсолютно не связанный с моей партией. Я вам только что ответил. Я вам только что ответил. Я же говорю, неправильно ответили. Правильный ответ два. Ну, а правильный ответ два. Потому что вопрос был не сколько вокзалов, а сколько вокзалов в Московской железной дороге. Ленинградский вокзал не является вокзалом в Московской железной дороге. Ладно, учите географию Москвы хотя бы. Фотон это элементарная частица света. Не задавайте примитивных вопросов. Вот вам... Подождите. Подождите. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Ну, я же начал вопрос. А вы начали перебивать с фотонами. Вы ответили по фотонам. Ну, говорите ваши вещи. Какая частица света? Да. А фотон это только частица света и все? Элементарная частица светового потока. У него еще второе определение есть? Ну, скажите мне второе определение. Не, вы мне скажите, на что я держу ее физики. А я-то к ядерной физике не относится. К ядерной физике относится. Вот я вам сейчас задам школьную задачку. Вот атом теряет электрон. Ну, условно, да? Вот, изымаем из атома электрон. Как при этом меняется его порядковое число, порядковый номер и массовое число? Ну, это химия, не знаю. Это не химия, это ядерная физика. Исключительно, это физика. Это химия точно, однозначно химия. Не знаю. Строение ядра изучает ядерная физика, а химия изучает строение электронной оболочки. Порядковое число чего тогда меняется? Порядковое число чего? Порядковое число, это такое понятие. Есть порядковый номер, это номер элементов таблицы периодической. А есть массовое число, это масса данного атома. А, все понял, все понял, понял, понял. Не помню, нет, я не помню. И как меняется? Ну, как меняется? Ну, хорошо, я вам могу дать ответ. Нет, некоторые дают ответ, что никак не меняется. Это ответ, первый вариант ответа, если электрон мы изымаем из электронной оболочки. А если электрон изымаем из ядра, оно меняется. Вот как меняется, если из ядра? Вообще, так сказать, излучение электронами как называется? Есть альфа, бета, гамма излучение. Вот именно электрон, это какое излучение? Подождите секундочку про излучение. Вы сказали, что меняется порядковое число. Ну, я вам помогаю, если вы хотите догадаться до ответа. Ну, ладно, оно меняется как? Увеличивается на один, если хотите правильный ответ. Когда изымаем изоляцион, оно увеличивается на один? Да, увеличивается на один. Поскольку происходит декомпозиция нейтрона на протон, электрон. Электрон мы изымаем, соответственно, на один нейтрон становится меньше, а на один протон больше. На один протон больше. Альфа, бета, гамма излучение, я помню, что любой предмет, превышающий скорость цвета, превращается в альфа, бета и гамма частицы. Это глупость, конечно. Альфа частицы, излучение альфа, это излучение ядрами гелия. То есть, в ядре гелия сколько протонов загонить, Ронар? Почему глупость, то, что я сказал? Потому что скорость света здесь ни при чем. Они меньше скорости света имеются. Скорость света, это предельно возможная в природе скорость для любой частицы. Есть такое определение в физике, что любой предмет, достигающий или превышающий скорость света, превращается в альфа, бета и гамма частицы. Нет такого. Это разные частицы, как или. Я люблю этих специалистов старой школы, знаешь, то, что говоришь, отметает так. А если есть такое определение? Это как интерфейерный свет, блядь. Если я не знаю, я говорю, что я... Ну, вы мне можете сказать, что если... Я сейчас договорю фразу, фразу договорю. Ну, фразу договорю. Если я что-то не знаю, я говорю, что я этого не знаю. Не спрашиваю. А когда я вам что-то говорю, вы отметаете, говорите, нет. Однозначно да. Есть такое определение в физике. Ну, есть такое. Может, какой-то, так сказать, физик и предложил версию, но это ж только версия. Ну, вы мне можете сказать все-таки ядро атома гелия, из чего оно состоит? Это вот альфа-частица, ядро атома гелия. Я не знаю, что состоит. Два протона, два нейтрона, потому что гелий второй в таблице периодически. А бета-излучение что из себя представляет? Вот бета-излучение представляет собой излучение электронами, которые, значит, исходят из ядра. Не из электронной оболочки, а из ядра. Если они находятся из ядра, это называется бета-излучение. Ну, ладно, кое-что вы соображаете. Но стройки из себя такого монстра. А в чем еще разбираетесь? А в чем еще разбираемся? Ну, момент инерции можно пообщаться. Про момент инерции. И первые моменты... Знаешь, какое первые моменты? Что еще раз? Момент инерции, я знаю, что такое. Момент инерции. Да? Да, момент инерции. Это масса, умноженная на, так сказать, расстояние. Вот вам школьная задачка элементарная. Кто вы в профессии? Я в вузе физхимии преподавал. И момент инерции это масса на расстояние? Серьезно? Да, ну, может я термин говорю, но единица будет, это килограмм на метр момент инерции. Единица измерения. Вы мне сказать, системные единицы измерения веса... Сопромат, знаете такой предмет? Знаю. Момент инерции, еще раз повторю, это масса на расстоянии? Ну, я не уверен, я же не сопроматчик. Ладно, а что хотели спросить? Я вас спрашиваю по школьной программе. Системные единицы измерения веса. Веса? Веса? Да. Но если не килограмм, то не у том, скорее всего. Молодец. Правильно. Потому что вес это сила, да, вещь и на опору. А вот, допустим, вот в 80-е годы, когда был дефицит, вы приходите на рынок купить кусок мяса. Вам продавец измеряет, что, массу куска мяса или его вес? Масса и вес. Масса и вес. Масса это выражение, так, в ньютонах вес, скорее всего, это понимаю. Но это определение, это немножко не совсем правильный вопрос. Некорректный вопрос называется. Это задачка, а не вопрос почему-то. Это некорректный вопрос, потому что масса и вес в бытовом значении это одно и то же. Масса и вес одинаковые, ну что, зависимости от измерения. Вы просто путаете, может быть, с импульсом. При отсутствии вертикальной составляющей ускорения свободного падения это одно и то же. Если что, это называется импульс, одно и в словах. А, импульс, это почему? При присутствии вертикальной составляющей это импульс называется? Это называется вертикальная составляющая ускорения свободного падения. В этом случае масса и вес, они не одинаковые. А во всех иных случаях они одинаковые. Просто... Это определенный интеграл от неопределенного интеграла. Неопределенный интеграл, там плюс константа. А определенный интеграл, вы задаете границы, так сказать, аргументов, которых вы интегрируете. А сколько будет интеграла от x в квадрате? Вот простейший. Нет, нет, такие вещи я еще не помню ничего. Во-первых, неопределенный интеграл отличается от определенного не только константа. То есть неопределенный интеграл, у него минус бесконечный, плюс бесконечный. Ну хорошо, а хорошо, попроще вопросы. Производная от 5х в квадрате сколько будет? Вы задаете вопросы численного значения. Мы про тему говорим. Я, конечно, не могу вспомнить. Если я вам вопросы буду по числам задавать, или какая-то таблица Менделеева, какой элемент будет... Ну, задайте. Число... Задать, да, вопрос? Задайте. Аганессон, какой... Какая-то таблица Менделеева будет? Какой элемент? Порядкивай номер, вы хотите сказать. 113. Аганессон в 113? По-моему, да, я не уверен. Ну, где-то так, там, плюс-минус. Неверный ответ, 118. Ну, я же, не далеко. Ну, может быть, может быть, может быть. Может быть, я... Недалет называется? Ну, это что, это за последние 10 лет я особо не следил. А скандии какой элемент? Не-не, химия... Хорошо, физика. А самый тяжелый в природе металл какой? Самый тяжелый в природе металл. Я вам подскажу. Его плотность 23,7. Самый тяжелый в природе металл. Тяжелый в природе металл. Не помню, нет, не помню. Осмий. А самый... Осмий. А самый легкий. А самый легкий. Самый легкий. Это обычно знает. Я не помню, какой. Самый легкий литий. А, дитейонные батареи. Ну, а батарея, он употребляется не потому, что самый легкий, а потому, что самая электроотрицательная. Она имеет... Электроотрицательная. Он имеет самый большой негативный электродный потенциал. Соответственно, разность потенциалов будет больше при его использовании. Когда научились с ним работать, перешли на него. Это вот уже сколько? Лет 40, как начали вырабатывать. Недавно появились они на геометре? Ну, они появились в быту. А разрабатывать начали его лет 40 назад. Ну, в быту они появились, я вам скажу, сколько. Лет 10, наверное, не больше. Да нет, ну, они в нулевых еще были. Что вы... Телефоны кнопочные, помните? Они уже были на литиевой батарее. Посмотрите, у вас кнопочный телефон наверняка день дома валяется. Загляните в батарею, написано литий-айон на батарейке. Она еще такая толстая была, но литиевая. По-моему, они никель-кадминовые, если были, если я ошибаюсь. Никель-кадминовые, это аккумуляторы круглые, которые не в телефонах, а которые для ремоутов, для пультов. Это да, они сейчас литий. Если вы используете не батарейки одноразовые, а аккумуляторы, они литий... Никель-кадминовые, это аккумуляторы. Они способны к... А что там Николай делает? Это не Николай, это Александр Второй. Лучший правитель России за последние 200 лет, по-моему, мне. Александр Второй? Вы с ним согласны? Николай на Николая похож. Ну, они родственники, они, понятно, что похожи. Типа племянникового, то ли родной, то ли двое. А чем он лучше? То есть, как мы можем оценить заслуги, исторические заслуги деятеля? Каким образом, какие параметры... По его действиям. Не-не-не, ну, то есть, параметры оценки, какие по действиям, это процесс, а оценка, как мы можем осуществить? Ну, вот что он сделал полезного, значит, если он много сделал, он позитивный деятель. Ну, слово полезное, как, то есть, в применении, вот полезное, Сталин сделал много полезного или нет? То есть, как понять, полезное, не полезное? Ну, Сталин, в принципе, по сравнению с иными коммунистическими лидерами, тоже сделал довольно много. То есть, если Ленин... Как оценивать, каким образом? Ну, я же вам говорю, по степени полезности для той державы, которой он руководил. Что он... Ну, слово полезность, она неопределенная. Ну, польза, польза, хорошо, польза. Понятно, что это субъективно. Если, допустим, считается прогрессивным, что он отменил крепостное право, некоторые могут сказать, что это плохо. Мне в крепостных было лучше, ну, теоретически, или там моим предкам в крепостных было лучше. Можно, может быть, такое мнение, я же не спорю, например. Не, например, есть такой показатель, например, увеличение численности населения и территории. Это явный, понятный, внятный, определенный процесс. Ну, это позитивно, но так нельзя сравнивать увеличение территории. При том же Сталине увеличение территории только было Западной Украиной. И то Сталин допустил грубую ошибку, что включил ее в Украину. Ну, вот территории, которые отжало Польшу в 1939 году. Слушайте, представь, не только Западная Украина пришла, там часть Финляндии пришла, там много чего пришло. Ну, часть Финляндии пришла. Но я говорю, ошибка его была, что он... Калининградского. Нет, Калининградского. Ну да, после войны Калининградского. Да, я согласен. Это было нормально, тут ошибка не было. Ошибка Сталина была в том, что он включил в УССР территорию, вот же ты, в Польшу в 1939. А нужно было из них делать отдельную республику. Тогда бы не было современного конфликта, кстати говоря. Нет, там много было ошибок, не только его. Хрущев потом выпустил этих всех бандеров, которые Сталин посадил. По мне, так нельзя посмотреть в одном боке. Хрущев их всех бандеров, только отпустил же, когда после войны там их отпустил всех. Это приписывают Хрущеву. Хрущев это как бы тоже поддерживал, но не Хрущев принимал решение, это было амнистия после смерти Сталина. Это, в общем-то, бериевская амнистия. И тут главными было не бандеровцы, а просто амнистия была, так сказать, массовая. И в том числе бандеровцев. Не-не-не, у них была другая статья, и их отдельную статью пропустили. У них статья была не подлежащая амнистии. И все-таки про Александра, если мы будем рассматривать историческую фигуру, я вот предложил, говорю, вот увеличение территории, это явная, внятная оценка. Ну да, при Александре было уменьшение территории, поэтому параметру его нельзя похвалить. Я же поэтому зателок думал. Поэтому параметру его нельзя похвалить. Но, кстати, большое увеличение территории тоже не есть хорошо. Потому что территория-то нужно контролировать. Вот сейчас, теоретически, если Россия возьмёт да включит Монголию, это будет хорошо или плохо, это трудно сказать. Это просто будет прекрасно, потому что она берёт территории с населением же, это не там ни пустыни же. Ну там население вообще малочисленное. И в России и так малая плотность населения, а тут ещё будет меньше. Нет. Увеличение территории, это, конечно же, признак того, что правитель был прав. Но, с другой стороны, вопрос сейчас либеральными гражданами задаётся следующий. Какими силами и какой ценой? Ну хорошо, хорошо. Ельцин был хороший президент России или не очень, по-вашему? Вы из Челябинска, я думаю. Это время Екатеринбург показывает. Я думаю, про вашу извлекательность. Хороший или плохой? Я хочу сам себе, чтобы оценка у меня была правильная, я хочу параметры, критерии выработать. Я с вами пытаюсь их выработать, у нас не получается выработать критерии. Что значит хороший или плохой? Ну, позитивный или негативный? Нет, ну, кое-что он сделал хорошего. Ну, просто некоторые считают его негативным деятелем. В то же время, я к чему клоню-то, к вашему тезису. При нем Россия не потеряла и не приобрела ни метро территории, ни в ту, ни в другую сторону. То есть, как он принял Россию? При нем две чеченские были, это что такое? Две чеченские в компании при нем были? Ну, территория-то не потеряна? Нет, ну, подождите. Я же не говорю про войны. Война-то была? Я же не говорю, были войны или нет. Я говорю, какой он принял Россию в 90-м году, став президентом РССР, точно в тех же границах, до метра, он ее и оставил. Ну, мы не можем не рассматривать, чтобы наличие войны... Ну, была война, и при Горбачеве была война, которую он остановил там, афганской. И при Брежневе была война. Он ничего не начинал. Он не начинал. Ну, нет, ну, вода-то была, по факту. Нет, подожди. Было-то, это же не его начало была эта война. Во-первых, во-вторых, он ее позорно закончил. Так закончить нельзя было. Александр II тоже проиграл Крымскую войну, но не он ее начинал. Не он ее начинал. В 1851 году, которое началось. По-моему, в 50-м, ну, может, в 51-м. Ну, короче... Лерий Николаевич Толстой в Крымской войне участвовал и воевал. Вот интересно, Лерий Николаевич Толстой износил за украинцев бою? Да я думаю, нет. А почему его... Откуда такая глупость, что он воюет за украинцев? Нет, я говорю, Лерий Николаевич Толстой в Крымской войне в 1854 году воевал. Ну? Мне любопытно. Вот он когда воевал, предполагал ли он, что он воюет за Украину? Ну, я думаю, нет. И вообще вопрос глупо поставлен. Ну, не глупо поставлен. Потому что территория, за которую воевал Лерий Николаевич Толстой, ушла к Украине. Впоследствии ушла к Украине. Ну... Можно с таким же успехом спросить, предполагал ли Лерий Николаевич, что он воюет за Башкир, например. Или Тувинцев. Ну, Тувинцев он не воевал. Хотя, ну, и он воевал за Российскую империю, а Тувинцы были в составе Российской империи. А украинцев... Тогда я вам отвечу, да, он воевал и за Тувинцев, и за Башкир. А украинцев, как это, со Торием еще не было. Их сделали попозже. Большевики легендемизировали. Он воевал и за Тувинцев, и за Тувинцев. Ну, тогда он воевал за малоросов. За малоросов воевал. Ну вот, а почему-то украинцы. Ну, потому что в итоге получилось, что смешно, что люди кровь проливали, а получилось потом... А, кстати, вот результат деятельности Ельцина. В итоге получилось, что все поразбазарили и все пораздавали просто так. Ну, так понятно, что Ельцин приложил к этому, так сказать, усилия, безусловно. Но по статусу он обязан бы защищать территорию РСФСР, а не СССР. Это вина Горбачева, развал СССР. А Ельцин просто, так сказать, как бы способствовал. Это как начальник хорошего цеха в плохом заводе. То есть вот РСФСР была, типа, успешной... На тот момент Горбачев не имел никакой власти уже вообще, ничего он не мог, конечно же, сделать, безусловно. Он не имел после Пучча. До Пучча он имел достаточную власть. И этот Пучч, это тоже темная история, и его заключение в Форосе очень темная история. Я вас с вами согласен, это все могло быть инспирировано, да. Именно для передачи власти. Это заключение в Форосе, это какое-то клоунадо, а не заключение. Вполне возможно, вполне возможно. И сам, даже, вот вы говорите, и сам, что Ельцин должен был защищать территорию Российской Федерации, сам Кучма, по-моему, я так думаю, или Кравчук был тогда, не помню. Кравчук был. Кравчук был, да. Сам Кравчук потом в минурах рассказывал, что он сам был удивлен, что Ельцин вообще не поделал вопрос о Крыме, потому что они были готовы отдать их Крыму. Я в курсе, да, я это слышал. Я даже это слышал по радио. Именно Кравчук так говорил в прямой речи. Ну ладно, а чем... А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Конвенция прошла? Соединенные штаты, федерация вот это... Я слышал бы... Да. Да? А как называются... Соединенные штаты, федерация. А вот, можно сказать, что он всегда писал в мудрый пути. в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает Воронеж передали 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Ильевская область где была в Австро-Венгрии опа так это не было еще ну еще Без лишнего шума узнает кто сейчас здесь Стримец Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим Это очень опасно Хохлов и Ленин пока тоже держи на прицеле Они могут переметнуться и нас подставить Каркашовский групп Мы сделаем украинским угрозом ночной Летаясь И по конституции еще раз заявляю Власть в Харьковской области четвертая и сильная Мы не позволим никого учить нас жить Я благодарю вас В Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гволской области Будет только в Харьковской, будет только в Харьковской области Но ты мне улица родная И в непогоду дорога